Вся жизнь моя Вся жизнь моя Вся жизнь моя Сила моя в тебе, Господь Ты целяешь мою плоть Мой всемогущий Бог Где бы я ни был, ты со мной Слышу повсюду голос твой Мой истесущий Бог Иисус, Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Взял мой позор За позор мой Грех на крест Грех на крест Благословно имя Твое Ты для меня все Иисус, Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Иисус, Иисус, огнец Божий Достоин имени своего Достоин имени своего. Достоин имени своего. Достоин имени своего. Из-за крови Христа у нас есть смелость теперь. Идти прямо туда, в самое святое святое. Из-за крови Христа, из-за крови Христа у нас есть смелость. Идти прямо туда, в самое святое святое. Пред Твоим троном, пред Твоим троном, Отец. В присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец. Из-за крови Христа, из-за крови Христа у нас есть смелость теперь. Идти прямо туда, в самое святое святое. Пред Твоим троном, Отец. В присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец. Мы стоим поклоняясь тебе. Пред Твоим троном, пред Твоим троном, Отец. В присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец. Мы стоим поклоняясь тебе. Пред Твоим троном, Отец. В присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец. Мы стоим поклоняясь тебе. Мы стоим поклоняясь тебе. Мы стоим поклоняясь тебе. Слава Господу, братья, сестры, друзья. Знаете, практически во всей Библии мы можем находить места Писания, которые подтверждают, что верующий человек, христианин, на самом деле, который любит Бога, это человек нежадный. Вы согласитесь со мной или нет? Сто процентов. И мы видим, что люди, которые... Тот же Закхей, он был жадным человеком. Он обманывал людей. Он перешагивал через судьбы. Он отнимал у людей деньги, лишал их просто этого имущества. И когда Христос вошел в его дом, когда он встретился со Христом, он говорит, все раздам. Все, все, все раздам. Мне ничего не жалко. Я вижу даже Иуда, когда он раскаялся, он выкинул эти деньги. Зачем они были нужны? Так вот, сердце настоящего христианина, человека, который любит Бога, оно всегда открыто для того, чтобы жертвовать, чтобы служить Господу своими финансами. Мы можем служить нашим голосом, когда мы поем, говорим людям о Боге. Можем служить нашими руками, правда? Когда идем, кому-то помогаем, можем служить автомобилем, квартирой. Но Библия очень много нам говорит о том, что всегда верующие люди на протяжении всего времени, они служили Господу приношениями. И это очень важно. Мы видим, даже Иисус стоял и смотрел, когда люди жертвовали. Мы видим, как Господь акцентирует внимание наше в Ветхом Завете на то, как построено было служение материальное в храме. Пусть Господь благословит, чтобы мы с вами ни в коем случае не закрылись от этого благословения, потому что это благословение. С первых дней моей жизни христианской я тверд в этом. И я, поверьте, больше от Бога получаю благословение, потому что сердце открытое для даяния, Господь обязательно благословит. Аминь или нет, пусть Господь вас благословит, чтобы ваши сердца, они были открыты для того, чтобы служить Господу, чтобы Бог, видя вашу добродетель, видя ваше расположение. Потому что в нашем материальном служении, когда мы служим Господу нашими финансами, в этом проявляется наша вера, в этом проявляется наша благодарность Богу. Потому что Бог очень много сделал для нас. И то малое, что мы можем дать на Его служение, на Его дело, в Его храм, на Его, в Его волю отдать, это малая часть. И я думаю, что и это мы не должны сокрыть, правда? Пусть то малое, что мы можем сделать для Господа, для Его Царствия на этой земле, для распространения Божьего Царства, мы должны не утаить и мы должны это сделать. Послужить Господу от наших сердец, доброохотно дающего любит Бог. Если сердце все-таки твое еще закрыто, закрыто для этого, то не нужно ничего делать. Зачем? Никто не заставляет. Но я верю, что если ты настоящий христианин, любишь Бога, то у тебя сердце должно быть открыто. Ты не должен быть ни в коем случае человеком закрытым для материального служения. Мы сейчас будем петь, прославлять Господа, величать Его Святое Имя, и в это время мы можем служить нашему Господу. Приношениями, десятинами, что ты приготовил для Господа, вот то и отдай Ему. И пусть Господь всех нас благословит. Ты, Царь, вся земля поет об этом. Ты, Царь, правду и мир принес нам. Ты, Царь, Царь, вся земля поет об этом. Ты, Царь, правду и мир принес нам. Ты, Царь, 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 вся земля поет об этом. Всех превыше звезд. Ты создатель всех миров С первых дней назначил ты Твоей славе жить во мне Ты сильней всех препятствий и проблем Я живу, чтобы победить с тобой все Ты царь, вся земля поюта беда Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царство царь беда Ты царь, вся земля поюта беда Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царство царь беда Царствуй ты, царствуй ты над всей землей Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет вода век Твоя, управлено Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет вода век Твоя, управлено Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Ты царь, вся земля поюта беда Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царство царь беда Ты царь, вся земля поют об этом Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царство царь беда Дорогой наш Господь Иисус Христос Мы поклоняемся Тебе, наш Бог И мы превозносим Тебя Ты есть царь И нет подобного Тебе, Господь Я верю, Боже, что Ты ведешь нас в свое царствие Я верю, Господи, что это самое лучшее царствие Где нет войн, где нет горя и несчастья Где нет беды и проклястья Где нет болезни, где нет слез И Ты царствуешь вовек нам Ты ведешь нас туда, Господь Я лишь прошу Тебя об одном Чтобы никто из нас не потерялся по пути Чтобы никто из нас не запутался в грехах и беззакониях Чтобы никто из нас, Господь, в своей гордости Обидах, ожесточении Не остался на этой проклятой грешной земле Которая будет гореть Написано в Слове Твоем Я прошу Тебя, Господи, позволь всем нам И еще многим людям Которые услышат от нас Твою радостную весть О спасении О великом прощении и искуплении грехов Чтобы все мы дошли до Царствия Твоего, Господь Помоги нам, Господи Помоги, Господь Святый Чтобы наше сердце мы хранили Больше всего хранимого, Господи Научи, наставь и помоги, Господи Сегодня на этом месте мы собрались И мы Хотим слышать от Тебя Слово Слово, которое будет менять наши души Наши жизни Наш разум будет преображать, Господь Иисус Наши мысли Будет теребить наше сердце Слово, которое живо и действенно Господь, я прошу Тебя Благослови Благослови, Господь мой Которые перестали приходить В Твое присутствие Мы молим Тебя Коснись, Боже Там, где они есть сегодня Сохрани им жизнь, Господи Коснись Вразуми, как того блудного сына, Боже Пусть вернутся к отчему дому Обратятся к Тебе, Господь Я верю, что Ты примешь каждого, Господь Прошу Тебя Благослови Всех отпадших Отошедших Во имя Иисуса Христа Благослови это время Которое сегодня Ты подарил нам Чтобы мы были вместе Чтобы мы, Господи, сегодня Назидались от Тебя, Господь Прибудь с нами Мы Тебя за все славим За все благодарим И величаем нашего чудного Великого всемогущего Бога Отца и Сына И Святого Духа Аминь Отче наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да приидет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила И слава Во веки Аминь Слава Господу Занимайте, пожалуйста, свои места Дорогая церковь Приветствую вас светлым именем Иисуса Христа Сегодня Я не думаю, что будет слишком что-то новое Необычное Но Но радуйтесь всегда в Господе Еще говорю Радуйтесь Пишет Павел В послании Филиппинцам 4 глава 4 стих Можно открыть Филиппинцам 4.4 Это пишет Павел Павел, которого били Которого гнали Которого неоднократно хотели убить За Евангелие, за веру Он пишет Радуйтесь в Господе И сам он радовался в Боге Радуемся ли мы сегодня Когда с нами Бог Знаете, мы привыкли Воспринимать радость Как чисто эмоциональное переживание Какое-то Мы послушали Песню хорошую Мы приобрели Вещь какую-то И нам хорошо Настроение увеличивается Но не об этом Пишет Павел Он пишет О духовной стороне Радости С Богом Не всегда Это может быть Выражается В эмоциональном Плане Но Как мне кажется Радость Бога Она Что-то общее С надеждой на него С упованием на него Когда у нас есть радость Бога Она преодолеет все Все преграды преодолеет Однажды Наш преподаватель В институте Сказал Такую фразу Что у нас сейчас Кайфоцентричная цивилизация Что такое Кайфоцентричная Первый раз Такое слово слышу Я только слышал Христоцентричная Что такое Христоцентричность Но кайфоцентричность Что это такое Оказывается Что Наивысшая Наивысшая цель Современной цивилизации Или общества Это Максимально Принести удовольствие Человеку Начиная от еды Кончая автомобилями Чего-то крупным Таким Какими-то вещами Максимально Содовые телефоны Смартфоны Сейчас появились Интернет Если раньше люди Находили удовольствие Читая книги То сейчас Можно зайти в интернете Найти любую информацию Скачать любую книгу И социальные сети У кого есть интернет Тут понимают Люди Находят удовольствие Чтобы написать Какое-то сообщение Заметку И люди Читают это Пускай Чаще всего Через пять минут Может быть забудут О том что ты написал Но ты Себе как бы Тебе нравится В кавычках На тебя обратили внимание Люди И ты получаешь От этого удовольствие Павел пишет Радуйтесь в Господе Именно в Господе Получайте радость Не в интернете Не в каких-то там Других вещах Но в Боге Радуйтесь Иногда говоришь Брату или сестре Радуйся в Боге Но Брат отвечает Как радоваться Все так плохо Как плохо Но не так как бы Хотелось бы Мы много чего хотим Мы хотим Друг от друга Много чего Родители хотят От детей чего-то Родители Дети от родителей Но В конечном итоге Мы многое хотим И от Бога Получить И мы знаете Мы начинаем Конкретно молиться Вот Боже дай нам Мы начинаем Обетование Выискивать Ты обещал Ответить Ты обещал Благословить А Бог бывает Не дает Потому что Он суверенный Бог Конечно Бог отвечает На наши молитвы Но бывает Что Он На нам не дает Просимое Для нашего же блага А вот тогда Возникает Разочарование Возникают Какие-то Может быть сомнения Все Дело в том Что мы Иногда следуем Не за Богом А за Его чудесами За Его ответами Но Вера Она возникает Не Не потому что Бог отвечает Но вера возникает От слышания Когда мы слышим Бога Голос Божий Который говорит Я люблю тебя Так Возникает Вера И Братья и сестры Как мы Будем и Привлекаем людей В церковь Неверующих людей Неверующие люди Меньше всего Хотят от нас Каких-то заумных Речей Или Нашего знания Библии Как мы Хорошо знаем Писание Неверующие люди Прежде всего Нуждаются в любви Божьи В простоте В радости Которую дает Бог Если мы это покажем Людям То люди к нам Потянутся Люди будут Приходить к церкви Приходить к Богу Конечно Нам слово Божие Надо говорить Оно касается Сердец Но прежде всего Я думаю Что Если у нас будет радость В Боге То это люди будут видеть И еще такой момент Вот Почему люди уходят из церкви Как мне кажется Бывают Конечно Конкретные падения Грехи Ошибки Обиды Но Как мне кажется Человек может устать Устать От прославления Устать От проповедей Устать От чтения Библии От общения Человек даже От себя самого Устает Но От одного Человек никогда не устанет От присутствия Бога Человек никогда не устанет А потому Мы должны Доносить Человеку Эту истину О Божьем присутствии О Боге О любви Божьей Иногда люди говорят Что дает Вам ваша вера Что вам дает Ваша вера И я думаю Что мы должны четко И ясно понимать Что нам дает вера Потому что наш Бог Благой Это истинно так И Так В заключение Я бы хотел бы Сказать Вот как нам Практически Иметь радость в Боге Когда Вокруг нас Суета Вокруг нас Ну это жизнь Какие то проблемы Прежде всего Ищите Господа Ищите Бога Всегда Да мы нашли Бога В общем смысле Мы христиане Но нам нужно продолжать Искать Бога Дальше Потому что бывает Когда мы даже С человеком познакомимся Мы не сразу Его узнаем Проходит Достаточно большое Время Чтобы мы узнали о Боге О человеке Бывают года Проходят Тем более Бог Он Он всемогущий Он И Нам нужно Познавать Его каждый день Общаться с Ним И так же Иисус говорит Должно вам молиться И не унывать Лука 18 18 глава 1 стих Должно вам молиться И не унывать Когда уныние Подходит к твоему сердцу Начинай молиться Начинай искать Бога Соединяющийся Соединяющийся с Богом Есть один Дух С Господом И пусть эти молитвы Не будут формальные Пусть эти молитвы Не будут по привычке Пусть эти молитвы будут Будут В Духе Соединяться с Богом Иисус говорит В Откровении 3 глава 20 стих Друг Все стою Пусть Иисус Вас благословит Давайте помолимся Дорогой Господь Иисус Мама Боже Помоги нам Господь Помоги нам Господь Познавать тебя Господь Пожалуйста И будь с нами Иисус Пожалуйста Научи нас Господь Общению с тобою Господь Мы так нуждаемся В тебе Господь Будь в центре Нашей жизни Иисус Будь в центре наших семей, будь в центре нашей церкви, Господь. Будь в церкви, Господь, нашей жизни. Господь, мы познаем Тебя, Господь. Мы уповаем на Тебя, Господь. Мы хотим угодить Тебя, Иисус. Мы хотим знать Твою волю, Иисус. Мы хотим знать Твое сердце, Господь. Пожалуйста, Иисус, открывай нам Своё сердце, Господи. Мы так нуждаемся Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твоё присутствие. Направляй нас, Господь. Веди нас, Господь. Ты есть путь истина и жизнь господь наше упование иисус мы славим тебя господь вечный бог и благодарим тебя господь во имя иисуса христа он заботлив ко мне святая любовь наполняет везде как ветка я гнусь под ветрами его благодати когда размышляю о славе твоей уходит весь страх и сомнение и я понимаю то как ты велик любовью даешь утешение он как он любит нас он как он любит он заботлив ко мне святая любовь наполняет везде как ветка я гнусь под ветрами его благодати когда размышляю о славе твоей уходит весь страх и сомнение и я понимаю то как ты велик любовью даешь утешение он как он любит нас он как он любит 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 Слава Господу, друзья! Как Он любит нас! Замечательно, правда? Что Бог нас любит. Нравится это вам? И Он любит не так, как любят люди. Он любит не так, как любит муж или жена. Он любит не так, как любят родители. Не так, как любят дети. Он любит удивительной любовью, которую, наверное, никто не имеет. Никто не может любить так, как любит Христос. Это удивительно, что мы здесь. Мы однажды встретились с Ним, и мы пережили Его любовь. И нам нужно это держать в сердце своем и понимать, что Бог нас любит. Слава Господу! Я хочу сегодня делиться одним замечательным словом. И первое я произнесу сейчас, я не помню, где это написано, но есть такой текст. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Никто не может прийти к Богу, как только через Иисуса Христа. И если мы пытаемся без Христа прийти к Богу, мы к Нему не придем. Вот мне, чтобы зайти в квартиру, мне нужно обязательно зайти через одну дверь. обязательно, через подъездную дверь. И никак ее мне не обойти. Мне нужно быть возле этой двери, мне нужно ждать, пока ее кто-то откроет. И когда ее кто-то откроет, мне нужно туда, вх, зайти. Правда, да? Ну, по крайней мере, я не замерзну на улице, если я туда, может быть, если домой меня не пустят. Но в подъезде я, по крайней мере, не замерзну. Вот, друзья, это важно понимать, что без Христа невозможно прийти к Богу. И если мы стремимся на небо, если мы стремимся быть в вечности, если мы стремимся быть с Богом, мы обязательно лицом к лицу мы будем встречаться со Христом. Нам нужно будет проходить через Его святость, нам нужно будет проходить через Его праведность, нам нужно проходить через трудности, которые Он проходил, через испытания, через искушения. Нам нужно проходить через Христа. И, конечно, так нам бы хочется какие-то легкие пути найти, чтобы прийти на небо. И много разных лжеучений сегодня наполняет эту землю. Но Бог говорит, нет. Только через Христа. Аминь. Мы усвоили эту истину, да, сегодня в этот вечер. Сейчас я хочу предложить один текст. Иоанна 6, глава, 44 стих. Это слова Христа, и Он говорит. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец. пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. Мы видим с вами, что воскресение будет в последний день. И кто будет воскрешать людей, умерших? Христос. Но здесь Он говорит такую вещь, что к Нему никто не может прийти к Нему, если Бог не привлечет человека. Вы чувствуете, первый текст мы с вами посмотрели. Он говорит, никто не может к Богу прийти, как только через Христа. А здесь Христос говорит, но ко Мне вы можете прийти только в том случае, если Отец вас привлечет. Вот сегодня, посмотрите, вы пришли ко Христу. А на основании этого текста это означает, что Бог вас привлек. Ни один человек не может прийти ко Христу, если Бог не привлечет его. И мы находимся рядом со Христом, потому что Бог нас привлек. То есть Он посмотрел на нас и сделал какую-то очень интересную вещь, которая нас заинтересовала прийти ко Христу. И Он так работает. Бог так спасает людей. Он так приводит ко Христу, привлекает людей ко Христу. И мы этому должны учиться у Него. Когда мы евангелизируем, когда мы говорим людям кому-то о Христе, мы должны этому учиться. Вопрос теперь у меня вот какой. Как Бог привлекает ко Христу? Как? Вот чем Бог вас привлек? Чем? По какой причине вы пришли к Господу? А конкретнее ты можешь сказать? И ты пришел ко Христу. Еще. Вы искали смысл жизни, не нашли, пришли ко Христу. Сейчас нашли смысл жизни? Нашли. Как Бог привлекает людей ко Христу? Нам сказали, что Бог нас любит. Вы знаете, конечно, в основе того, как Бог привлекает нас ко Христу, лежит Его любовь. Это правда. В основе того, как Бог привлекает нас ко Христу, Его любовь. Это действительно правда. Но знаете, я хочу показать вам Его любовь, ту любовь, которую нам бы не хотелось, наверное, переживать, нам бы не хотелось с ней сталкиваться. Но это факт, который остается фактом. Евреям 12 глава. Давайте мы посмотрим. И здесь 5-6 стих. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Еще раз послушайте. Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Послушайте, как Бог привлекает нас ко Христу. Он обличает нас. Именно тогда, когда мы чувствуем Его обличение, это не что иное, как Бог привлекает нас ко Христу. Вы знаете, вот Бог привлекает человека ко Христу. И если кого Бог не привлечет, то тот и не попадет воскресенье, только тот и не будет со Христом. Но знаете, как дьявол привлекает? Как дьявол привлекает? Я слышал, как однажды одна женщина, мама, ее сын, он имел такую несчастную любовь, полюбил девчонку, девчонка им поигралась и как бы так бросила его и пошла к другому. И вот он был в сильных таких переживаниях и она ему знаете, что говорит? Она говорит, сынок, не расстраивайся, у тебя таких женщин будет еще ого-го сколько. И паренек этот так воспрял и пошел по женщинам. Их же ого-го сколько будет? и он пошел. И он посмотрел, действительно, а что, а что одна же, вон их сколько женщин-то! И он пошел. Как привлекает дьявол сегодня! А зачем вы ходите в церковь? Ну, зачем? Ну, зачем вам это? Вы же такие молодые, молодежь. Ну, сходите в такой ночной клуб там, там, потанцуйте. Что вы такое время тут со стариками проводите? Пошли бы там что-нибудь. Там же так, музыка такая, такое, все так. Вот дьявол, он ведь тоже привлекает человека грехом. и он не рисует нам грех в таком отвратительном положении. Он наоборот замазывает, он говорит, ничего страшного, да что ты, да все так живут, ну, что тебе стыдно? Ну, ну, стыдно, ну, да брось ты, что тебе стыдно? Да ты не обращай на это внимания, это же, это же ты правильно делаешь. Ну, как это? Надо гордиться, надо идти вперед. И так вот он привлекает, и это захватывает. Если вы посмотрите о своем последнем, например, прегрешении или согрешении, как оно произошло, это произошло именно в таком формате. Дьявол привлек вас, искушение он привлек, он привлек. Но мы видим с вами другую сторону, как Бог привлекает, он обличает нас. Его любовь выражается в том, что он обличает нас. И он указывает нам на наше неправильное положение пред Господом, и он оказывает нам на Христа, который отдал свою жизнь за наши грехи. Когда мы встречаемся со Христом, с настоящим Христом, знаете, с чем мы встречаемся? Мы встречаемся с Христом распятым. И апостолы говорили, а мы проповедуем Христа распятого. Когда Бог привлекает нас ко Христу, и мы сталкиваемся лицом к лицу с Христом распятым, что это значит? Это значит, то, что я совершил, вину и наказание за это понес Господь. И в этом проявляется любовь, что он за меня умер, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь, она такая. И Господь привлекает нас через обличение. Знаете, когда, Сергей, ты принимал Христа, то звучал призыв, кто хочет покаяться в грехах. Так или нет? Кто хочет примириться с Богом? Кто хочет покаяться? Что это означало? Это означало то, что мы уже себя ощущали неправыми пред Богом. И именно это вызвало нас к принятию Христа. Мы так думаем, что Бог привлекает нас. Он говорит нам, придите ко Христу, и у вас будут хорошие автомобили, у вас будет хорошая семья, ваши дети никогда не будут болеть, только придите ко Христу, вы никогда не состаритесь. будете вечно молодыми, Бог благословляет здоровьем. И мы так пытаемся людей привлечь ко Христу, но Бог так не привлекает. Мы можем видеть, в мире так происходит. То, о чем уже косвенно Никита сегодня говорил. Как ты назвал это слово? как кайфоцентричность. Мир он об этом проповедует и говорит. Христос не так привлекает к себе. Он указывает нам, в каком положении мы находимся. Он показывает нам, что мы неправильны сейчас пред Богом. Что в нас есть то, что не имеет доступа к Отцу. Потому что нам нужно пройти через Христа. Понимаете? Чтобы унаследовать жизнь вечную, чтобы быть с Отцом, нам нужно пройти через Христа. Никто не приходит к Отцу как только через Христа. А чтобы через Христа нужно к Нему подойти и пройти через Него. А когда мы к Нему подходим, то это происходит только тогда, когда Бог привлекает нас через обличение. И мы подходим ко Христу, стучимся, да, или услышим Его стух. Дверь открывается, мы через покаяние проходим через Христа, через Его жизнь. И только тогда мы потом водворяемся в Царстве Божьем. Я понятно и изъяснил, как Бог привлекает нас через обличение и через наказание. Вы знаете, мое положение, вот уже шесть лет я живу в таком вот состоянии, вы на каждое служение наблюдаете, как я залазю на эту сцену. Вы знаете, мне так спрашивают очень часто, практически каждую неделю я слышу, а что это с тобой? А что с ногами? Ой, извини, так неудобно вот спросить, а что с вами случилось? Я прохожу через это постоянно, да? Такой вопрос, который не дает мне, ну, покоя. И знаете, я смотрю на это. Милость Божья. Бог остановил меня, потому что если бы не остановил, то кувыркнулся бы. И я знаю это. Я знаю это. Где, что, как и почему. Я это знаю. И всякий раз, когда мне задают этот вопрос, я понимаю, это Божья любовь. И она как-то так странно. Я одному человеку так сказал как-то, он неверующий, он говорит, что это с тобой? Я говорю, Божья любовь. Он говорит, ты какой-то ненормальный. Ну, нет, нет. Я потом уже понял, что-то надо было не так ему преподнести. Для меня это Божья любовь. Потому что я понимаю, Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Но для него это дико. Я понял, что в церковь ему еще долго, рано. Я его не то, чтобы не приблизил, я его так отодвинул. Божья любовь. Как Бог привлекает нас? Он привлекает нас, обличая и наказывая нас. Бог никогда не будет наказывать нас, если Он не обличит нас. Но это делает Он для того, чтобы мы пришли ко Христу, чтобы мы приблизились. Знаете, так бывает. Мы уже с Богом. Мы живем с Богом. И потом так приходит. Мы этого не замечаем. Этого никто не замечает. Это так приходит внезапно. Ты раз так потихонечку отдаляешься, отдаляешься, отдаляешься. Ты всегда приходил на служение за полчаса раньше. Приходил, чтобы пообщаться с верующими. Ты находил время, чтобы помолиться. А потом раз, ты уже прибегаешь только вовремя. Вот ровно. Хор выходит, и ты вместе с хором заходишь в зал. Такое уже кто-то регулярно делает. А потом, вы знаете, мы уже так, мы уже, я уже смотрю, и здесь уже началось служение. Я смотрю, люди идут в развалочку. Уже так. Уже служение началось. Они идут в развалочку. Я так примерно, примерно представляю их мысли. А, ну сейчас все равно прославление. Как раз они с пожертвованиями там закончат. Будет молитва, отче наш, и мы зайдем. Но ведь раньше это не было так с тобой. Ты бежал на служение. Что происходит? А потом раз, и человек говорит, а вы знаете, а мне достаточно и по воскресеньям одного раза на собрании быть. И четверг, ну четверг, ну четверг, ну как бы вечером хочется побыть дома, с работы я, уставший. Это я онлайн посмотрю, а что-то Ютуб у нас что-то барахлит сейчас. И как бы, ну, это вот они виноваты, что я служение по Ютубу не посмотрел. Майберг там опять что-то сделал, накрутил там. И мы так не замечаем, что мы потихоньку, потихоньку, потихоньку мы отдаляемся. Но мы думаем, что мы со Христом. И знаете, что происходит? Однажды мы приходим, и мы чувствуем, что проповеди для нас становятся неудобными. Они становятся для нас неприятными. Общение с братьями и сестрами нас приводит в состояние такого конфуза. Что это? Бог привлекает вас к себе. Это не что иное, как Бог привлекает вас к себе. Вы знаете, сегодня ко мне мысль такая пришла. вот как мы заставляем выпить детей горькое лекарство? Как? Горькое лекарство. Они же не будут... Вот мы понимаем, большая температура, или там ребенок заболел. Мы понимаем, нужно выпить ему лекарство. Как ребенка заставить, чтобы он выпил горькое лекарство? Нужно чуть-чуть добавить туда сахара. Или мы обычно делаем малинка, малинка варенье, или клубничка. Раз, да, таблетку туда накрошили, и в рот, и он даже не почувствовал. И он горькое съел. Вы знаете, чуть-чуть можно, чуть-чуть добавить неправды. Чуть-чуть добавить неправды. И человек принимает всю ложь. Чуть-чуть. И он может принять всю ложь. Поэтому Бог, как есть такое, лучше горькая правда, чем сладкая ложь, да? И Бог, он придерживается именно такой доктрины. Он не будет разбавлять сладким. Он даст тебе попробовать этой горечи. Чтобы ты попробовал. Вдруг мир потерялся. Знаете, человек так? Мир. Мир потерял. Утром муж с женой встают на служение всей семьей и поругались утром. Муж с женой. Поругались. Такое происходит? Нет? Настя, что ты головой киваешь? Ты еще не замужем. Происходит такое или нет? И вот, знаете, они поругались и жена говорит, все, я не пойду на служение. И муж идет на служение, а жена остается дома. Она не идет на служение. Она потеряла мир. Мало того, что она потеряла мир, она еще и не хочет его вернуть. Наоборот же надо, да, как бы к Богу. Бог обличает нас. Нам неприятно, становится неприятно, когда Бог привлекает нас к себе. И мы должны понять это. В этом есть Божья любовь. Потому что Бог, мы дети Его, Он смотрит. Когда мы отдаляемся от Него, отдаляемся от Него, Он не позволит этому быть. Он захочет вас обратно к себе притянуть. Вот поэтому нам больно, и мы в боли кричим, Господи, спаси меня, помоги мне. В этом есть Божья любовь. Мы проходим через обличение или через наказание, в которых мы приближаемся ко Христу, мы смотрим на Христа распятого, мы понимаем, что мы сделали неправильные вещи, мы каемся там у ног Христа, говорим, Господи, прости нас или прости меня. И дальше мы проходим через Христа. И мы переживаем Божье присутствие. Вот как нам пережить Божье присутствие? Грех не позволяет этому быть. Потому что Божье присутствие это святость, это чистота, Бог святой, Дух святой, мы называем Его так. И Он не позволит в Своем присутствии быть ничему нечистому. Не сможет там это быть. Но Бог желает, чтобы мы имели с Ним общение. Он желает, чтобы мы слышали Его голос. Он желает, чтобы мы наполнялись и переживали Его силу, славу. Он желает использовать нас. Но мы должны быть, пребывать в Нем. Мы должны находиться в этом Божьем присутствии. Но так как грех не позволяет нам это делать, тогда Бог приближает нас, притягивает нас, привлекает нас именно через обличение. Слава Господу! А вот теперь, как мы привлекаем людей? Вот я сейчас о другом хочу поговорить. Мы хотели бы, чтобы наши близкие, родные пришли к Господу? Хотели бы? А, ну все, сейчас я домой приду. И я сейчас Его буду обличать. Ух, я Его заобличаю! Я Ему целый список напишу и повешаю везде в комнате все Его грехи, которые... Ну, жены или матери, они же знают грехи своих близких, родных? Или наоборот, отцы? Знаем? Мы же знаем, да? Мужья, вы же знаете, чем ваши жены грешат? Обычно. Жены? Да? Ух, сейчас мы начнем! Сейчас! Или... Слушай, слушай! Да, Юль, Ваня там... Слушай, слушай! Про тебя говорит! Нет? Или ты, Вань, толкни ее! Скажи, это про тебя! Как? Посмотрите, как действует Божья любовь! Она не глумится, она не издевается. Она показывает, она показывает, что ей тоже больно. Ведь как Бог нас обличает? Он показывает нам, мне больно от того, что ты делаешь. Мне не все равно, и мне больно. В этом есть, ну, прелесть Божьего обличения. Бог обличает мне, и я при этом обличении, я понимаю, что Ему не все равно моя жизнь, что Он тоже страдает. Он страдает. Ведь как мы к своим детям? Мы хотим, чтобы их жизнь была лучше. Мы тоже делаем им замечания, мы наказываем, но мы же не издеваемся над ними. Мы стараемся это делать как? Так, чтобы Он понял. Так, чтобы она понял. Так, чтобы наши дети поняли. Правда? И так наш Бог. И мы должны учиться этому у Него. Учиться. Именно через обличение, именно говоря о том, что является грехом. Именно о последствиях греха, говоря об этом людям, мы тем самым привлекаем этих людей ко Христу. Я помню, как одна сестра мне как-то сказала, он говорит, знаешь, Денис, одно наше присутствие уже может обличать о грехе мир. Я говорю, как это? И она говорит, а ты ни разу не испытывал, когда рядом с тобой стоят люди, и они грешат, и потом перед тобой извиняются. Вы переживали такое? Вы стоите просто, вы не говорите. Ну, они знают, что вы верующие. Ну, вы просто какие-то вопросы там, вы стоите, и вдруг человек, который рядом с вами, неверующий, вдруг он раз сматерился, а потом такой, ой, простите меня. Вы такое переживали? Что происходит с ними? Мы же ведь им ничего не говорили. Бог, который в нас, его присутствие рядом, оно уже их обличает. И именно через это Бог даже так притягивает их. Послушайте, наша жизнь, наша жизнь может являться, как это? Привлекать ко Христу. Наша жизнь может являться привлечением ко Христу. Когда мы живем правильно, по Божьим стандартам, по Божьей милости, когда мы умеем прощать жены, когда вы умеете прощать своих мужей. Мужья, когда вы умеете прощать своих жен. Когда вы назло воздаете добром. Это нервирует мир. Я вчера встретил одного парня. И он тоже так взял сигарету, говорит, ой, ты извини, но ты верующий. Ничего, что я курю? Мне разрешение спрашивают. Я говорю, а что ты меня спрашиваешь? Ты же куришь. Ну, а вот в твоем присутствии, я говорю, а что это, почему тебя это волнует? И я понимаю, я еще ничего ему не сказал. Но я увидел Божье присутствие, уже было рядом с нами. И я ловил этот момент. Ага, раз ему стыдно в моем присутствии курить, и я еще ничего ему не сказал, значит, Божий Дух уже здесь. Он обличает этого человека во грехе. Ага, раз Божий Дух здесь, тогда нужно проповедовать. Аллилуйя! И я начал с ним говорить о жизни, о церкви, и он даже меня про десятину спросил. Друзья мои, братья и сестры, Бог, кого любит, того обличает и наказывает. И мы должны этому научиться. Наша жизнь, наш свет может освещать эту тьму. Писание говорит, что Дух Святой придет, и он обличит мир о грехе. И именно вот это действие, оно привлекает людей ко Христу. Никто не может прийти ко Христу, если не привлечет его Отец. И на небо никто не может прийти, как только через Христа. Отец привлекает людей через обличение ко Христу. Он ставит человека лицом ко Христу, висящим на кресте. Человек оставляет грех там у Христа, рождается свыше через покаяние и проходит через жизнь, проходит через эту дверь. Жизнь у Христа. Кто во Христе, тот, Писание говорит, что новое творение. Новое творение. Поэтому, друзья, научитесь любить обличение. Полюбите его. Полюбите. Потому что Бог, кого любит, того обличает. Не противьтесь этому. Вы знаете, Писание нам очень много рассказывает разных историй. Такие люди грехи совершали. Например, как Давид согрешил с женщиной, с Версавией, потом убил ее мужа. И вроде бы казалось, приговор, вот по-человечески, убить тебя мало. Вот по-человечески. Разрушил семью, убил человека, мужа ее. Ну, убить тебя мало. А что делает Бог? Бог обличает его и наказывает, и дает ему шанс. И, конечно, он заплатил цену за совершенный поступок. Там ребенок умер, и еще какие-то произошли события. Но он также пережил милость. Именно Версавия родила Соломона, который смог построить храм Господу. Но Бог так явил для него свою любовь. Увлечил и наказал. Любовь. И Давид воспевает эту любовь. Поет об этой любови. А помните история с одним пророком? Ослица. Ослица остановила его безумие. Проговорила человеческим голосом. Ослица. И он остановился там, на том месте, в котором проговорила ему ослица. И припал к Богу. Покаялся. Вот так и с нами тоже бывает. Мы отходим от Господа. Бывает, что-то происходит с нами. Мы не замечаем. И если вдруг в твою жизнь приходит обличение, вы знаете, что Господь создал нас уже с таким чувством. Даже если человек неверующий, в нем есть такая вещь, как совесть. Помните в советское время в автобусах? Совесть лучший контролер. И вы знаете, что? Работало. Это работало. Я помню на автобусе на пазике мы ездили, мы жили где-то в трикотажной фабрике там на луговых. И я помню вот это вот с дальнего детства полный пазик людей и впереди у водителя стоит такой кассовый аппарат и ты бросал туда монетку и кто-то помнит такие и и и и и себе 5 копеек по-моему, да, проезд был? 5? трамвай 3 4 открутил 5 оторвал и в карман. А вам никогда не хотелось открутить 2 билетика? на 5 копеек и как была борьба такая, представляете, не было никого, раз и взял и ведь мы же поступали честно, совесть ведь лучший контролер, там написано было на этом кассовом аппарате и нам стыдно было в нас даже в неверующих людей вложено это чувство которое говорит нам о том, что мы нарушаем, мы переступаем границу даже без Христа это происходит с людьми многие пытаются так вот я буду жить по совести и я унаследую жизнь вечную со мной все будет нормально я живу по совести я встречал такую женщину действительно знаете такой удивительный человек очень добрый никогда никого не обманывала плохого никогда никому не делала такая интеллигенция но она неверующая и она говорит Денис вы знаете меня на вы она меня старше там на 20 на 30 лет и она со мной на вы Денис вы знаете я никогда ничего плохого никому не сделал я живу по совести неужели вы думаете что если я живу по совести я не попаду в рай но мы с вами знаем что без Христа человек не может наследовать жизни вечной никто не приходит к Отцу как только через Христа я тогда сказал вы знаете самый большой грех самый большой грех который который когда-либо человек может совершить это неверие отрицание Бога непринятие Христа отвержение это страшнее чем убийство множество убийств полюбите обличение сегодня уже кто-то получил обличение кто-то пережил не я по-другому скажу сегодня кто-то пережил Божью любовь по-другому уже да как-то звучит сегодня кто-то пережил наказание нет нет ладно по-другому кто-то пережил сегодня Божью любовь посмотрите на это с другой стороны Бог любит нас если Он обличает нас это хорошо Он привлекает нас к себе таким образом поэтому иди к Нему навстречу иди скажи Господь да ты прав я сделал что-то не так я сделала я посмотрела не так я поступил не так Господи прости меня я прихожу к тебе я понимаю что ты делаешь это потому что ты чувствуешь что я отдаляюсь друзья вот поэтому мы не можем переживать Бога мы блокируем наши чувства знаете мы сопротивляемся этим обличением мы показываем тем самым свою гордость мы говорим а что я такого сделал на себя посмотри ведь мы не думаем иногда что ведь это мотивация Божьего Духа не человек но Божьего Духа анализируйте Писание говорит если сердце ваше вас осуждает то тем более Бог который больше сердца а если сердце наше нас не осуждает то мы имеем дерзновение знаете знаете что значит дерзновение пред Богом с дерзновением так попросить не с дерзостью а с дерзновением как ну смело Господь вот я стою пожалуйста благослови меня с дерзновением сердце осуждает если не осуждает с дерзновением пусть Господь нас всех благословит может быть есть вопросы какие-то друзья хотите что-то спросить тогда давайте помолимся знаете обличение оно оно ставит нас лицом к лицу не только со Христом и показывает нам в каком мы с ним положении оно оно сталкивает нас с грехом в котором Бог обличает нас мы смотрим на грех мы смотрим на себя и на грех который мы сделали и это обличение оно оно нас пододвигает к дальнейшему действию оставить этот грех или распрощаться с ним примите правильное решение если Бог обличает вас нужно раскаяние нужно покаяние и покаяние это перемена или перемена отношения или смена отношений или изменение мыслей поступков и поведения к этому греху через обличение Бог показывает нашим нам побуждает нас чтобы мы посмотрели на этот грех глазами Бога посмотрите на грех в котором Бог обличает вас глазами Бога и вы увидите две вещи первое что это мерзость в его глазах и второе вы попадете в ад потому что ничто нечистое не войдет в Царство Божие именно по этой причине нам нужно отказаться от этого во имя Иисуса Христа Отец я молю Тебя Божий Святой ты достоин всей славы ты достоин поклонения ты достоин величия спасибо тебе Господь что ты пришел на эту землю и что сегодня звучит твоя проповедь и ты привлекаешь нас к себе тебе не все равно наша жизнь ты думаешь о ней и ты желаешь наполнять ее своим присутствием своей славой своим могуществом ты желаешь чтобы мы переживали в тебе радость мир счастья независимости от обстоятельств которые есть вокруг нас но это из-за того что твое присутствие наполняет наше сердце Господь сегодня благослови нас и дай нам понять и осмыслить твою любовь что ты отдал свою жизнь что ты умер за нас что именно через обличение Господь ты привлекаешь нас к себе Иисус научи нас быть чуткими к твоему голосу научи нас Господи доверять тебе принимать обличение слышать когда ты показываешь нам какие мы есть в твоем свете я также благодарю тебя за это дерзновение что мы можем приходить к тебе смело когда у нас в жизни есть мир с тобой порядок спасибо тебе за эту смелость за это дерзновение во имя Иисуса Христа благослови нас когда мы смотрим в свое сердце и мы чувствуем что мы пред твоим лицом святы праведны научи нас дерзновенно входить с верой в твое присутствие и просить у тебя господь благослови господь эту церковь во имя Иисуса Христа сейчас я особо молю тебя господь я прошу тебя за те молодые семьи которые сегодня их брак распадается господь ты знаешь я слышу очень много сегодня проблем есть семьях в разных церквях господь я молю тебя во имя Иисуса Христа боже чтобы ты навел порядок господь отец чтобы твое слово оно заняло первое место в жизни мужа и жены господь во имя Иисуса Христа я молю тебя о тех семьях на пороге краха развода господь во имя Иисуса Христа бог пусть прославится твое имя во имя Иисуса Христа я также молю тебя об исцелении одной девочки господи ты знаешь она в тяжелом положении лежит в больнице господь ты знаешь я молю тебя боже о милости для этой семьи господь пожалуйста пусть придет твоя милость отец во имя Иисуса Христа ты есть бог милующий спасибо тебе благослови наши дома господи благослови мужей жен детей наших благослови господь ты знаешь наши нужды проблемы я молю тебя благослови эту церковь братьев сестер во имя Иисуса Христа о господь 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 спасибо тебе боже во имя Иисуса благослови все служения которые церкви господь господь все даем в твои руки боже и благодарим тебя и славим тебя величаем тебя во имя отца сына и святого духа аминь слава чем оно особенно тем что мы служителями с братьями с сестрами которые готовы свои дома предоставлять для того чтобы это служение развивалось хотим послужить вам то есть чтобы можно было правильно научиться читать библию молиться за кого-то то есть это живое общение где можно собраться и поговорить выразить свои мысли служение домашней группы оно заинтересовано в том чтобы каждый был участником в этом служении вы знаете от себя скажу если к примеру апостолы не передали бы то в чем они были научены от Иисуса Христа то христианство оно бы там бы и закончилось поставили бы просто им памятники и мы может быть тоже бы сейчас восхищались только отдельными бы личностями и все но вы знаете Господь Он желает нас каждого использовать для своей славы не всегда порою мы думаем мы бывает знаете как вот как люди бывает просто так вот начинаем думать что вот это Он может или вот это они могут а я вот так тихонечко на самом деле знаете кто знает какое призвание у тебя от Господа ведь когда оно откроется и ты поймешь для чего ты призван в теле Христовом ты будешь наполнен действительно радостью счастьем и благословениями и мы в домашних группах хотим стать какой-то ступенькой на пути к Богу на пути вашем призвании к Богу чтобы вы могли служить Богу могли правильно молиться то есть читать смело где-то возложить на кого-то руки то есть не бояться этого потому что на самом деле Господь все слова свои в Писании для нас оставил чтобы мы могли этим пользоваться и ведь братья которые меня понимают то есть они поддерживают меня в том что на самом деле это Господом даровано для всех христиан чтобы мы могли смело идти и проповедовать Слово Божье чтобы мы могли читая Библию смотреть как она на меня сегодня наложима для чего мне сегодня Господи то что я прочитал и так далее и тому подобное вы знаете я всех вас приглашаю на служение домашней группы если есть у вас возможность закрепите себя за какой-то домашней группы то есть в церкви Неемия домашние группы которые существуют они есть на объявлении если на объявлении нет этой домашней группы то это не домашняя группа церкви Неемия потому что мы с ребятами со служителями собираемся каждое воскресенье чтобы можно было послужить вам мы молимся мы каждую разбираем каждую тему и на этой сейчас даже не то что на этой неделе а на этих неделях сейчас идет такой план у нас да то есть жизнь и служение апостола Павла хороший замечательный пример подобно действительно который для подражания очень велик и высок подражание в послушании Христу и поэтому милости просим приходите смотрите молитесь чтобы Бог как-то устраивал ваше время и мы будем вместе славить и прославлять нашего Господа Иисуса Христа на этом все еще будет объявление и молитва за нужды братья и сестры напоминаю мероприятие служение церкви нееме можете посмотреть при выходе здесь и внизу на стенде объявление о том напоминаю о том что начинаются репетиции по субботам для детей к празднику Рождества Христова и сейчас давайте встанем помолимся о нуждах дорогой Господь наш и Бог Отец Небесный Спаситель наш мы благодарим Тебя за благодать и милость Твою к нам Господи за любовь Твою Божия за то что обличаешь наказываешь нас Господь исправляешь нас готовишь нас ко всякому доброму делу Господи к Царству Твоему спасибо Тебе Отец Небесный Боже мы сейчас в этой молитве отдаем в Твои руки все эти нужды Господь Ты знаешь всякую молитву и всякое прошение мы верим Ты даешь то что нужно для нас Господи мы просим Тебя Боже благослови эти нужды ответь Господь на всякую молитву Господи мы просим милости Твоей для исцеления больных Господь кто-то может болен страдает Боже Ты исцели во имя Иисуса Христа Ты знаешь Господь если есть какие-то проблемы в семье Господь с детьми может быть на работе может быть с жильем трудности Господь мы верим что нет Тебе ничего невозможного потому что Ты всемогущий и мы верим что Ты печешься о нас как Отец слава Тебе Боже мы все отдаем в Твои руки просим благослови нас наших родных и близких наши дома Господь мы на Тебя уповаем только и на Тебя надеемся без Тебя мы ничего не можем Тебе к Боже воздаем всю славу всю хвалу и всю честь все поклонение Тебе единому любящему Богу Отцу и Сыну и Святому Духу Аминь прославим еще Господа Все мое в тебе, Господь Ты исцеляешь мою плоть мой всемогущий Бог где бы я ни был Ты со мной слышу повсюду голос Твой вновь тесущий Бог сила моя сила моя в Тебе, Господь Ты исцеляешь мою плоть мой всемогущий Бог где бы я ни был Ты со мной слышу повсюду голос Твой мой весь тесущий Бог Иисус Иисус огнец Божий достоин имени Своего Взял мой позор Взял позор мой грех на крест Я безславлю имя Твое Ты для меня все Я упал вниз Ты поднял вверх Жаль но я Ты мне дал воды Ты для меня все Иисус Иисус огнец Божий достоин имени Своего Иисус Иисус огнец Божий достоин имени Своего Иисус Иисус огнец Божий достоин имени Своего достоин Иисус, Огнец Божий, Достоин имени Своего, Достоин, Достоин имени Своего, Достоин, Достоин имени Своего. С миром Божьим благословляйте друг друга!